Я вообще не понимаю, нахрена вам нужен интернат, если вы называете Чертаново, школа имени одного района. О, я стал агентом. О, а кто такой агент? Это же тот, кто зарабатывает много денег. Я не попал на просмотр в Локомотив, мне было 16 лет. Мне просто сказали, парень, Месси играет за Барселону, а ты сюда пришел, иди отсюда. Некоторые фамилии, я первый раз, я 25 лет работаю в детском футболе, я людей не знаю, откуда вы, ребята, вот вы кто? Просто мне интересно. А он даже просто не то, что на гору не зашел, он еще в Кисловодск не приехал. Вася-саламу алейкум, дорогие друзья, это мой видеоблог. У нас сегодня в гостях Дмитрий Григорьев, основатель футбольного агентства «На просмотре», и Александр Селиванов, скаут футбольной академии Чертаново. Что же в России у нас происходит со скаутингом и агентским бизнесом? Я бы хотел представить новый образ футбольного агента сегодня на рынке России и детей. И этот образ очень клеится со спорт-универом, потому что, во-первых, у спорт-универа есть продукт менеджмент и маркетинг в игровых видах спорта. Я состою в чате участников, и там огромное количество ребят, которые имеют огромный запал что-то делать, но мало из них кто что-либо делает, к сожалению. Так вот, новый образ детского футбольного агента в России сейчас – это молодой человек с безусловной любовью к футболу, к этой игре, с какими-то новыми идеями и видением, который не боится пробовать, не боится ошибаться, получать опыт, признавать свои ошибки. Да, окей, тут я был неправ, мы учимся, идем дальше. И человек, который может стать для спортсмена ментором, ну то есть 30-летний парень, который имеет какой-то жизненный опыт, возможно, он где-то поиграл, или его карьера кончилась не начавшись. Парень, который имеет опыт ведения переговоров, например, опыт взаимоотношений с людьми, попадая в разные ситуации, может подсказать спортсмену, как лучше выстраивать коммуникацию с клубом, с тренером, с коллегами по команде. Потому что любой спортсмен, особенно парень, он нуждается в каком-то примере. Мы живем в стране, в которой, вот селекционеры не дадут мне обмануть, очень много футболистов выросли без отцов, только с мамой. Это определенный формат и склад личности. То есть парни тут делятся на ряд категорий. Кто-то берет на себя лидерские качества, потому что они врожденные, и сами могут выходить на рынок со своей позиции. Кто-то вынужден искать на рынке, что вообще есть и как можно сделать. А кто-то может делегировать некоторые решения или механизмы принятия решений, например, агенту либо скауту, которого считают профессионалом. Вот интересно было бы от Александра услышать, какой образ селекционера будущего он видит сегодня. Но здесь не то, что хвастать, я больше скажу по фактам, то, что у меня как бы 8 человек играет в премьер-лиге, в РПЛ людей, или играло, да, допустим. Но Александр Сельянов, я работал с ним больше трех лет, практически четыре, и мы, помимо того, что работал, вот сейчас я к этому как раз и вернусь. Мы с ним постоянно общаемся, и здесь я не являюсь никаким его агентом. Я являюсь его детским тренером, и очень бы хотелось, чтобы, да, есть там человек, который помогает все. Ребята, ну здесь надо учить тоже, учить как бы тренерским каким-то, ну там от тренера, да, каким-то моментом, именно футбольным, специфика. То, что Дима говорит, это здорово, но у нас многие люди, о, я стал агентом, о, а кто такой агент? Это же тот, кто зарабатывает много денег, люди не думают о том, что надо воспитать, что ты еще миллион раз, даже кого ты, может быть, продвинешь, он может тебе сказать, все, спасибо, я теперь с другим человеком, и все. Ну вот видишь, Саша говорит про штамп, что, типа, кто такой футбольный агент? Футбольный агент это тот, кто рубит бабки, типа, и плевать на остальное. Вот я думаю, что образ современного агента это ментор, который, сопровождая футболиста по его карьере, помогает ему всячески. То есть и выстраивать коммуникации, и строить новые коллективы, и не забывать тренера, не забывать родителей, уметь открыто посмотреть на ситуацию, честно вообще признаться себе и остальному миру того, чего ты боишься, или то, к чему ты стремишься, или там каких-то недугов, своих минусов и так далее. Поэтому это такой новый формат, да, прокачанного человека, то есть это не просто тип, который приехал, поучаствовал в твоей жизни, пять минут подписал контракт и уехал. Это, ну вот, очень большая функция, большая роль, потому что ты его сопровождаешь и на тренировках, и на играх, и вот сейчас у меня там в футбольном интернате, у меня их там три дома живет, там 25 человек, с ними постоянно находятся наши кураторы. Я натурально учу многих пацанов, как правильно убираться дома, или мыть посуду, они просто не умеют, или как правильно гладить, как выстраивать коммуникацию дома, как поделить зону влияния, как договориться, типа как уважать себя и уважать своих партнеров, как нести ответственность за свои косяки и косяки своих партнеров. Поэтому тот образ такого очень коммерческого подхода агента к футболисту, ну он отмирает. То есть сегодня, если ты даешь просто возможность подписать контракт и на улучшенных условиях, и все, в долгосрочной перспективе это проиграет. Вот у меня, например, есть агент, получается, да, и есть тренер, Алексей Николаевич Сафонов. Я безмерно ему вообще благодарен, он столько информации мне открыл и дал возможность чему-то научиться попробовать, поделился контактами. Вот есть проект MyTroyout, куда я пришел познакомиться с огромным количеством селекционеров, в том числе с Сашей мы там познакомились. Вот видишь, эти дебаты состоялись, потому что мы уже, у нас уже были дебаты на MyTroyout, но они были не такие публичные, как здесь. Там была узкая аудитория, и мы по разную сторону баррикад стояли. Я вот, не знаю, я кайфую от того, что сейчас происходит, да? Ты как сам? А какие у тебя возражения есть против этого нового? Нет, я на самом деле, я бы не сказал, что это новое. Вот мы назвали Алексея Николаевича, Сергей Евгеньевич, на самом деле, Базанов, там, да, когда у меня были действительно трудности, там, я поработал в сборной Москвы, как бы, мне сказали, в какой-то момент это еще было такое время сложное. Полз, свяжитесь с нами. Дима, да, не как, надо что-то рекламировать. Вот. Я на самом деле хочу даже сказать спасибо нашим парням за то, что они поучаствовали в медиа-лиге. И на самом деле, когда люди выходят там больше 40 лет уже на футбольное поле, которые все давным-давно все доказали, выходит не то, что доказать, а привлечь внимание, уже понимая, что медиа-лига это состоявшееся на самом деле что-то, да. И они выходят для того, чтобы, ну, ребят, вы знаете вот этих людей, ну, мы-то еще там что-то повыигрывали, и выходят, и выглядят, на самом деле, ну, кто смотрел, наверное, игры, и выглядят действительно неплохо, там, свои 45-48. И спасибо большое нашим парням и за организацию, и за все. Это я тоже небольшой. И за экипировку. И за костюм. Наши парни, свяжитесь с нами. Костюм компании ДМИК, спортмастер. На самом деле, на самом деле, жалко, на самом деле, жалко, что нынче это не Адидас, вот я бы так сказал. Вернемся мы к агентам, опять же, вот, Базанов, который очень много сделал, то есть первые 3-4 стажировки, которые я провел фактически месяц в Италии, благодаря ему, это тот человек, которому я в любое время, там, дня и ночи могу даже сейчас набрать и, там, узнать какой-то совет, особенно с точки зрения, там, юридических плоскостей футбола. Вот у нас, ну, многие, там, кто сейчас в РФС, там, в юриспруденции, они учились, все это его ученики. Это раз, да, то есть мы можем, там, Паша Банатин, там, теперь Пал Саныч, он вырос, там, на моих глазах, сейчас у него, там, три человека в сборной России, он агент трех футболистов. И я знаю, как это происходит, тот же Даня Глебов, который уезжал уже из Махачкалы в Томск и говорил, все, я больше не буду, я буду играть у себя. Он его сажал вот так вот просто за ручку с ним, сажал его в самолет, возвращал в Махачкалу, сам за ним летаю. Ну, то есть, ну, вот это, да, вот это работа агента. Я ничего против не имею, я только говорю о том, что нельзя забывать детских тренеров, наверное, ни в коем случае, потому что это тоже, это двигатели, те, которые, как бы, нашли футболиста. Ты его находишь не в магазине где-то, ты его находишь в спортивном клубе, где есть уже человек, который его воспитывает. Вот, а так совсем практически. Подожди, 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 вопросы потом. Одни вопросы. У него, у него очень много, может. Мы тебя моментами, мы тебя моментами. Я просто согласен с ним. Дим, ты знаешь, что детский тренер – это еще и отличный рычаг влияния на пацана, потому что не всегда папа с мамой имеют на парня влияние. Порой агент или детский тренер имеют на пацана гораздо больше влияния. Просто вот, Дим, извини, я хочу сказать, вот вы говорите, там новые, но есть новые, но это же вообще кошмар. Кто, у меня друг мой, армянский мой агент, он немножко по-другому, он сказал, «Кто такой Полин Лильчук?» Ему говорят, да это девушка. Он такой, девушка в футболе девушка. То есть, я не имею против, но когда человек, вот, мы говорим, что Полина, вот прям, если ты будешь слушать, прекрасно, что ты сделала вообще для футбола, для российского, чтобы критиковать Валерия Георгиевича? Ты кто вообще просто? Вот мне просто интересно, кто ты и какое у тебя образование, там, где ты, у тебя там, кто ты вообще? Футболист, ну, кто ты такая, чтобы вообще? Если ты, там, бери около магазина, там, бутылку вина и там критикуй тогда, ну, не в эфир. Вот мы просто берем, но это вот тоже, то есть, они как были, я хочу сказать, и в старом поколении хорошие люди, которые, там, и зарабатывали, все. Да, сначала, наверное, ну, Константин Сергеевич, царство небесное, мы, конечно, вспомним. Это один из лучших людей, да, и который, и многим дал дорогу в жизни футболистам и всем. Павел Олегович тоже, несмотря, ну, то есть, наоборот, со своей харизмой человек, ну, сколько тоже сделал. А тут, ну, и с другой стороны, вот, читая Дениса Лахтера, думаешь, что он уже король Англии, мне кажется, вот сейчас вместо Елизы, ну, тоже, опять же, знаю очень многое про это все, ребят, ну, давайте, как бы, мух от котлет мы будем отделять хотя бы. С хорошим подходом было и тогда, и с плохим, и сейчас. Везде это, мне кажется, присутствует. Любой призыв, даже, даже вот сейчас в мобилизации, там есть те, кто собрался действительно воевать, а те, кто собрался попить водки, кто же, как бы, думают. Ну, с другой стороны, можно приехать домой живым, а можно остаться удобрением. Как мы переме... переме... Ну, это такое мы не будем, да. Поскольку ты уже упомянул про футболистов, вопрос, нужен ли агент футболистам до 18 лет? Я считаю, что да, и у нас институт агентов очень слабый в стране. Сейчас недавно была реформа и сделали упрощенную форму получения лицензии, то есть ты платишь госпошлину и, изучив регламент, приходишь в РФС и сдаешь этот экзамен, ну, он как на права тест. То есть там 20 вопросов, ты на них отвечаешь, и сколько-то ошибок можно допустить. Тебе дают лицензию, и ты можешь работать с пацанами, там, после 16 лет, подписывая документы с родителями. А в 18 ты переподписываешь договор уже с пацаном. Но вот что делать пацану, например, в 14, у которого пубертатный период, у него развито, начинает развиваться критическое мышление, идет половое созревание, а, например, мама-одиночка, и как бы она не совсем понимает, что с этим пацаном делать. У нее куча вопросов, он забивает на учебу, у него вроде неплохо получается играть в футбол, он задира. Ну, такой пацан с характером, да, с улицы. Вот нужно, чтобы ему попался либо детский тренер, нормальный парень, который его сможет привлечь, но детский тренер не ходит каждый день по улице и не ищет их, да. То есть у него открыт набор в секцию, и там пацаны приходят. Либо агент. Вот футболисты не ищут тренера в интернете, футболисты ищут агента в интернете. Понимаешь, они ищут, у них есть вопрос, а как мне попасть в другой город? Я хочу прогрессировать, а как мне, вот у меня болячка, как нее вылечить? Или я там боюсь с мамой обсудить вот это. Или там темы, там сексуальные темы у пацанов иногда возникают, им надо обсудить. Или там какие-то соблазны улиц. Им нужен какой-то пример. То есть хороший, нормальный, адекватный мужской пример, который может ему подсказать, как ему ориентироваться. Ты уже 12-14 лет? Ну, 13. Не, не, 12 мы вообще не берем. До 13 лет вообще пока рано. Я бы даже сказал 14-15. У нас есть регламент, который там после 14, у нас есть UFL. Но 14 это все равно еще тот возраст, когда пубертатный период, он очень много. То есть у нас сейчас агентов, как только, это как вот, я не знаю, как скачки у лошадей. Вот это открывается и все. То есть 2009 год у нас нет никого. Ой, ребят, а что вы туда не едете? А мы же подписывать не можем. А зато 2008 год, три футболиста и 40 агентов на турнире, вот на чемпионате России, да, допустим, которые... Тут немножко по-другому как бы действие само. Ну, около 15 лет, да, наверное, это... Нужен человек, который способен помогать и прогрессировать. Ты сейчас конкретно сказал, что, видишь, есть люди, которые нацелены исключительно на бабки. Мы их не можем подписывать, поэтому с ними не взаимодействуем. Я ни с одним своим футболистом еще ни одного договора не подписал. Все, что я для них делаю, я делаю для того, чтобы развивать индустрию. Я понимаю, что этим пацанам нужны ответы на вопросы. Им нужна помощь. Им нужен социальный лифт. Когда-то, в 2007 году, я не попал на просмотр в «Локомотив». Мне было 16 лет. Мне просто сказали, парень, Месси играет за «Барселону», а ты сюда пришел. Иди отсюда. Я был пацан с Приднестровья, с футбольной академией «Шериф». Даже с дюшки, которая была прикреплена к «Шерифу». И меня не взяли даже на просмотр. Социальных, Дим, а можно спрошу просто социальных у тебя? Мне просто интересно вот этот момент социальных. У тебя много проектов, которые ты только вкладываешь, с них не беря ни копейки. Вот футбольные все. Все футбольные проекты. То есть, приглашая вот условно в трайоте, ты приглашаешь к себе, именно вкладываешь только ты, они не платят. Нет, почему? Есть разные форматы взаимодействия. Просто я создал социальный лифт. То есть, любой футболист, обратившись к нам в компанию, может получить бесплатный просмотр, куда угодно. Ну, если он соответствует уровню. Понятно, что я не могу парня со двора повезти сразу в «Локомотив» или в «Спартак» или в «Чертан». Ему нужно пройти какую-то там лестницу из клубов. Классно то, что происходит у вас. Можно будет пацана привезти его условно в «Красногвардии» с 2 и через 2 года увидеть его в «Чертан». Супер, огонь проект. Хорошо, что до этого дошли. Я сделал серию интернатов. У меня есть пацаны, которым я даю гранты, они живут бесплатно за мой счет полностью. А есть пацаны, которым я не могу дать гранты. Я не могу содержать 28 чужих детей. Поэтому родители сами оплачивают себе аренду, но при этом у них есть организованное жилье. Вот у вас, как у академии, я знаю, что не хватает места в интернате. Я вообще не понимаю, нахрена вам нужен интернат, если вы называетесь «Чертаново». Школа имени одного района. Ну, окей, опустим этот момент. У вас, как у спортивной академии, есть интернат. Там живут пацаны. И тех, кого ты приглашаешь, хороших, но вы не можете дать ему интернат, он уезжает домой. А я отдаю ему маленький шанс остаться здесь. Потому что ты готов его взять к себе в команду, чтобы посмотреть на него, как он будет прогрессировать. А ему надо решить вопросы с жильем, с медициной, со школой и так далее. И вот эти вопросы я, как агент, решаю. Но при этом, юридически, я не являюсь агентом-футболистом. Я не подписываю с ним никакие документы. Не являюсь ему... В общем, я его не обязую ни к чему в ответ. Я наношу этому футболисту, его семье, и в том числе футбольному клубу Чертанова, непоправимую пользу своими действиями. В Чертаново. Когда будут у тебя футболисты в Чертаново? Они есть смене. Они есть смене. То есть это тоже структура Чертанова. Да. Я не знаю, просто только начал со смены. А ты мне просто очень интересен, на самом деле, действительно интересен момент вот этих всех вещей. В нашей стране очень много бюрократических. Как-то вот эти вопросы с интернатом, там чувство, ну ответственность, вот это там же юридически. Конечно, у меня в этих интернатах живут кураторы. Это футболисты, которые завершили свою карьеру. Желательно, чтобы у них было педагогическое или тренерское образование без вредных привычек. Ну вы как-то на этот, вы, получается, поддокументально это все получается. Просто я так понимаю, что сейчас это очень сложно. Смотри, давай я тебе расскажу. Просто как это выглядит. Бесплатную бизнес-схему пользуйся. Мне не к всему, но мне интересно. Я как тележурнал хочу все знать. Да, окей, смотри. Мы арендовали ряд домов. Это Красногорск, это Барвиха и это Румянцево. Северо-запад Москвы взяли. От северо-запада до юга-запада. Потому что в основном, так как я сам там живу, много клубов в доступе, чтобы физически доехать до них. Что мы сделали? Мы арендовали ряд домов. В эти дома мы поселили старшего куратора, закупили мебель, чтобы всем пацанам было комфортно. Как в армии, знаешь, чтобы у него было свое спальное место, своя тумбочка, свой стол и так далее условно. Они там проживают, у них есть распорядок дня, которому они придерживаются. Они в 8 утра просыпаются, у них первая тренировка. После чего у них завтрак, после этого у них учеба. Каждый учится по-разному. Кто-то ходит физически в учебное заведение, кто-то через компьютер удаленно, кто-то заочно. То есть у каждого своя форма обучения. Потом у них обед, свободное время, вечерняя тренировка у каждого в своем клубе, и они возвращаются домой. В 10 вечера они сдают телефоны с 22.00 до 23.00. У них свободное время, чтобы заполнить дневник, почитать книжку, и чтобы глаза отдохнули от синих экранов. В 23.00 у них отбой. И один дежурный по дому с 23.00 до 23.15 передает дежурство другому, который принимает на следующие сутки. Задача дежурного – это следить за тем, чтобы пацаны исполняли распорядок, убирали за собой, оставляли везде чистоту, заправляли кровать, не разбрасывали вещи, и соблюдался порядок. Потому что задача куратора – это научить пацанов быть самостоятельными. А научить быть самостоятельным – это показать, каково это – нести ответственность. Этот инструмент я взял просто из армии. Я служил в армии, там был такой парень дежурный и дневальный, который следил за тем, чтобы было все аккуратно и чисто. И ты знаешь, этот инструмент стал самым эффективным, который я использовал в футболе. Нет, вообще все на самом деле… Родители звонят после отпуска. Жизни, здоровье детей, родители сами, то есть… Смотри, родители нам делегируют, они нам делают доверенность на футболиста. То есть они, в принципе, отвечают они, получается, но они, как бы, ну, доверенность получается вам. Мы за два года провели три операции в Москве уже футболистам. Вот просто если, наверное, бывало уже такое, что ребенок заболел, да, получается, его как-то вести. То есть у вас кто-то есть ответственный, да, получается? Аккуратно. В каждом доме живет старший, ну, там, 30-летний взрослый человек. Ну, как воспитатель, условно говоря, так же его можно. А-ля ментор такой, который подсказывает многие вещи. И по футбольной карьере, и по бытовой части. Так вот, мы также устраиваем ребят в учебные заведения. Если им нужна медицинская помощь, решаем эти вопросы. У нас есть, во-первых, у нас есть свой доктор в штате и целых два массажиста. Один работал в футбольном клубе «Красава», другой начинал в Волгаре. У него там 17 лет уже за плечами. У нас есть два массажиста, которые обслуживают всех наших футболистов. Есть врач, который… Количество какое у футболистов? 26 сегодня. Есть врач, который следит за их здоровьем регулярно. И когда происходит… То есть мы обращались за медицинской помощью. У нас вирусов нет. То есть ни разу пацаны за два года не болели, чтобы была температура, сопли, еще что-то. Регулярная профилактика происходит. Обращались, потому что были проблемы с какими-то такими моментами, где нужно было хирургическое вмешательство. То есть оперировали пацанов два раза. Ну, это такие локальные, типа там, операция длится 8 минут. Типа что-то удалили и поехали дальше. Мне хочется спросить, где футбол во всей этой истории, но этот вопрос составим чуть-чуть дальше. Выглядит все отлично, замечательно, но надо будет раскрыть, где же там футбол. Вопрос… На этот вопрос мы ответили. По факту, получается, детский агент детям до 18 лет нужен, но с 14-15. Согласен. Это такое общее мнение. Отлично. Поскольку мы уже начали говорить про детей… Мы здесь единомышленники, получается. Самое главное, что не надо смотреть на 14-15-летнего. Это еще, во-первых, ребенок. Во-вторых, это подросток со всеми своими вытекающими. Все мы здесь были подростками. С еще, ой-ой-ой, какими моментами и запросами. И еще, а те, кто, как правило, играет неплохо в футбол, он еще и себя ценит тоже неплохо, по большому счету. А если еще попадает он не в конкурентную среду, а в ту среду, что его хотят 5-6 человек видеть, и этот говорит, лучше ты со мной, лучше ты со мной. У него начинает кружиться голова. Торги, да, такие, это тоже… Поэтому, честно говоря, тут момент сложный для них. И, ну, чем старше с одной стороны ты становишься, там тоже есть нюансы определенные. Но согласись, что таких пацанов, за которых готовы конкурировать 5-6 агентов, ну, меньше 1-10% от всего количества. Ну, что, во-первых, можно угадывать там, не то, что угадывать, а когда есть, ну, определенная система, да, работы. Мы можем там сказать, кто там достаточно давно работает вот действительно в скаутинг. Когда ты видишь потенциал не тот, который сейчас, а тот, который гораздо дальше, и там понятнее эта ситуация. Не здесь и сейчас. У нас… Я в какой-то момент все-таки, наверное, созрею на то, что куда я это писать буду? В научную работу, там, где-то в институту, ну, в повышениях квалификации. То есть с 88-го года рождения детей я знаю практически всех, кто с 15 лет, да, и просто 80-70-80% тех, кто был на самом виду, вот в сборных играл, все, они у нас теряются. Это играют не те люди. К этому тоже, об этом тоже много разговаривают. Я сейчас даже смеюсь, я говорю, посмотрите, Каштанов, вот, как бы, вот агентская. То есть человек сейчас, который миллион, и уже стоит, и, как бы, он доказывает на уровне РПЛ. Два года назад человек играл в Росте. И у меня здесь сразу по ходу вопрос. Это мы знаем много примеров, вот именно потому, что в селекциях, в различных академиях, в том числе в топовых, по каким-то принципам, причинам какие-то игроки подошли, какие-то не подошли. Дальше эти игроки растворяются либо в любительском футболе, но потом по каким-то причинам они уже в более старшем возрасте возвращаются. Поэтому вопрос сразу, по каким принципам вы себе выбираете футболистов, на что вы смотрите, насколько важны антропометрические данные, либо какие-то другие показатели. У меня три выпуска было. Из этих трех выпусков все, кто заиграл в премьер-лиге, они были изначально атлеты. Они не то, что прямо здоровы. Вот все, кто был поменьше, это, как правило, мои капитаны, идеальнейшие футболисты. Вот для меня, как их не было на тренировках, я просто скучал на тренировке, если их нет. Но никто из них в футбол не заиграл. Поэтому на данный момент я не то, что смотрю, это, к сожалению, требование именно нашего российского футбола. Атлетичность. Да, именно даже не антропометрия, наверное, а именно атлетичность определю. Хотя весь футбол, весь футбол, наверное, европейский даже, он диктует это. Может, мне говорят, вот такие. Ну, вы посмотрите на ноги. Мы когда смотрим на атлетичность, нашу сборную, с остальными сборными, кажется, что атлетичность у нас куда-то ушла. Если в детстве мы выбираем все-таки атлетичных игроков, Я хочу сказать, что у нас гораздо большая проблема другое. У нас нет индивидуализации. То, что когда вот последние все мои, то есть это Бельгия, Голландия, я пробыл практически по месяцу там на стажировках, у них не лучше условия, чем у нас. Тренировочный процесс, я бы сказал, что не то, что он хуже, лучше, это сложно оценивать. У нас он разнообразнее, скажем так. А футболисты там почему-то. Когда я начал это копать, там, и с тренерами разговаривать, хорошо там русскоязычные люди были, я просто понял, что там с 13-14 лет, вот о чем мы говорим, там и агенты, и в клубе тоже, индивидуализация. Ты с этим человеком должен не только о футболе разговаривать, ты должен разговаривать там об экономике, он должен побыть в раздевалке главной команды. Они в 14 лет заводят людей, не боясь чего-то. Они заводят его в главную команду Андерлехта, в раздевалку, на игре он, он смотрит, как себя ведут. С ним в любой момент вот так капитан команды, то есть тот тоже проходил просто это все. У нас этого вообще близко нет. И у нас эти люди, который попал, он попал в сборную России, там первого созыва, и он считает, что он уже все, он уже достиг всего, чего нужно. Он считает, что он звезда футбола. Пройдя вот такой этап, он считает, что он уже вот там. А он даже просто не то, что на гору не зашел, он еще в Кисловодск не приехал. Да. Ты можешь какой-нибудь топик начать, например, в известной социальной сети диаграмм вести с этими анекдотами. У тебя там больше подписчиков, чем у меня, но ты ничего туда не пишешь. Вот это изречение как раз для этой площадки. Дмитрий, на что смотришь ты, когда выбираешь футболиста? Слушай, я сейчас единственное, сказал бы, для меня важно, ну, игровое мышление, я сказал бы, очень важный момент некоторый, я когда вижу, как он в критической ситуации, то есть сверкнуть где-то. К сожалению, у нас слишком очень много ровных ребят. На этапе селекции можно увидеть реакцию в критической ситуации? Конечно, в любой игре, если раз человек, он сделал нестандартное действие. Я даже могу привести пример, хороший очень. Для меня это просто вот, ну, это жизнь наша. То есть я приезжаю в 2006 год смотреть в Тюмень, финал России. Парень из Твери, но он единственное, он нравится всем вообще просто. Левоногий, ну, он действительно край. А тренер, он в себя не приходил ни разу. Я к нему подошел вот так, тук-тук-тук, через стекло там этот, он на скамейке. Он вот в таких очках в темных. Я говорю, друг, мне надо с тобой пообщаться. Он очки поднимает, я понимаю, что он три дня уже в себя вообще прийти, он где-то на другой. И он мне говорит, Но я хочу сказать, лучше пусть такой детский тренер, который воспитал такого футболиста, чем другой, который выиграл кучу мест, который будет рассказывать что-то там, вот этому сюда бежать, этому сюда футболистов ноль. Для меня важен результат подъема футболиста туда. Так вот, вот этот парень, он мог реально, ну, как бы, видно, что с ним, не то, что с ним индивидуально, он может вопреки даже этому все, но ему, по крайней мере, никто не мешал. Вот этот тренер, он красавчик, он ему не мешал. Может быть, это просто ошибка выжившего? Так мы по поводу не мешал, сколько мы обсуждаем, и это постоянно звучит, что самое главное не мешать. И больше по факту... Родители, запомните это. Приходим к тому, что по факту, детские тренеры у нас очень часто мешают развиваться. Так родители, на самом деле, во многих, если человек, родитель, который считает, что он в футболе разбирается, это преступник. У меня двое детей, ни один из них в футбол не играет. Знаете, почему я сказал? Не надо. Не, вернее, я их несколько раз, я говорю, идите на тренировку. Ты гореть, глаза должны все. Но если бы они были там, я бы туда не влазил вообще, в принципе. То есть, может быть, где-то, подталкивая, контролируя. Но у меня сейчас просто хороший очень пример. Супер мальчик. Вот как раз Андрей нас познакомил. Микша. Ну, он... Милорос? Он футболист растет. Но из-за своего папы, я могу сказать, у него шансы играть в футбол с 90% где-то до 15%. Передавливает? У него как акции. Вот эти такие... И ушла куда-нибудь. Монтажер, вот этот момент не вырежем. Микша, пожалуйста, в речку отправь. Я с Микшей свяжусь и обо всем договорюсь. Чтобы у него обратно полетело. Вот для этого нужного агента. У него полететь может и так. Ему там объясняешь одно. Ему... Ну, как бы... Я согласен, что я, наверное, не панацея всего. Но были просто ситуации. Условно говоря, этого мальчика смотрю, таких нападающих, как он, будет миллион. Таких защитников, как он, будет единиц. И можно играть сейчас и там, и там. Но специфика вот здесь. А когда мне папа говорит, что для нас главное больше забить, ну, о чем можно разговаривать? И о чем вообще? Мне иногда в футболе это вот здесь вот с Димой с вами интересно. Поверьте, я в футболе очень мало общаюсь. Хотя, с другой стороны, я много хожу там на выставки в музее, поэтому... Разносторонно. И мне нравится, например, Дима Сычев там с Белеледином, там, с Данем. Можно разговаривать, потому что можно тем, абсолютно не касаясь футбола, можно круглые сутки сидеть разговаривать. Фарк, тебе нужно... Возвращайся, конечно. Я про атлетичность с Сашей согласен. Интересный момент. Ну, не может любой спортсмен не быть атлетом, если он выходит на поле. То есть ты по-любому должен бежать, толкаться, думать, успевать, защищать свою позицию и так далее. Ну, я обращаю внимание в первую очередь, что для меня самое важное. Это уровень дисциплины. Насколько парень дисциплинированный. Потому что я считаю, что дисциплина бьет класс в любом... в любом вообще роде, в любой плоскости, куда бы ты ни взглянул, дисциплина всегда бьет класс. Не зря говорят, что по капле камень точит. То есть это дисциплинированный удар в одну точку. Брюс Ли не раз говорил, что спортсмен, который выучил 10 тысяч ударов, мне неинтересен. А тот, который смог один прием повторить 10 тысяч раз и стать мастером, вот это интересно. Футбол, по сути, то есть умение отдать точную передачу, сделать диагональ, то есть технические элементы какие-то, это тоже дисциплина. Потому что это энное количество повторений. 100 тысяч, 10 тысяч, миллион раз нужно повторить то или иное движение, чтобы ты научился его хорошо делать. Перемещение, взаимодействие с партнерами это тоже количество повторений. А иногда у тебя могут быть партнеры, которые умнее тебя, либо наоборот менее способные, чем ты. И тебе нужно, чтобы хватило терпения с этими партнерами взаимодействовать и повторить это упражнение. То есть ты делаешь упражнение, а из-за технического брака твоего партнера оно у тебя не получается. Из 10 повторений только одно было удачно. Поэтому дисциплина это единственный параметр, который может перечеркнуть для меня лично все остальные. Пацан может быть полностью звездой, но антидисциплинированным. Нужен ли нам второй Роналдиньо? А не здесь ли как раз работа агента хорошего, о котором ты говорил, чтобы и звезды талантливые, но не дисциплинированные сделать дисциплинированную? Факт. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, на что парень обращает внимание, какие у него приоритеты. То есть быть условно... Если ему... ты смотришь на игроков только старше 14 лет? Нет, и младше смотрю, ребят, но... Если младше, ему это в детстве никто не привил, у него этого нет. Смотри, ну вот на самом деле... Что ему делать? Все на нем крест? Нет, нет, которые младше, мы, я с ними общаюсь, что-то скидываю, какие-то материалы, чтобы они почитали, и наблюдаю за ним. И там ближе к 13-14 годам. Ну, то есть до 13-ти я вообще никого не забираю. Я считаю, что парень должен жить в семье. После там 13-ти, ближе к 14-ти, они переезжают сюда, в Москву. Вопрос дисциплины, он очевиден. То есть ты ему даешь задание и говоришь, у тебя есть месяц, чтобы это прочитать и написать мне эссе, например. Или там, сделай вот это упражнение, там, каждый день присылай мне отчеты. Он три дня поделал, на четвертый сдался. Ты с ним провел один раз беседу, а он второй раз, третий раз. Ну, в конце концов, я же не могу воспитывать его постоянно. Поэтому, это вопрос дисциплины. Элемент дисциплины будет понятен только после этого, как ты с ним поработаешь. Ход как раз. Нормально. Поработаешь какое-то время, а как понять его дисциплинированность в самом начале, и на этапе селекции? Так ты просто даешь ему задание. В рамках недели можно проверить. То есть, в этом нет ничего. Отличичность, дисциплина, что еще? Все, дисциплина, это самый важный параметр. Мы здесь вот как раз, если до этого мы шли прям лыжня в лыжню, то здесь мы сильно отличаемся, потому что я обожаю таких талантливых разгильдяев, которого можно оседлать. Естественно, это не доводить до того момента. Значит, у него есть дисциплина, если его можно оседлать. То вон. Тут очень, не так просто найти подход к такому жеребенку, который жеребенок. Какие были примеры? Расскажи, у тебя точно они были? Интересно сразу их послушать. Ну, наверное, самый главный пример царства небесной, то, что не оседлали. Я считаю, что мы потеряли одну из самых больших звездочек. Я, наверное, ее выброшу, потому что не выброшу, а поддержу. Пока ты будешь говорить, буду кушать. Это Саша Козлов, 93-го года рождения. Это Саша небесный, мальчишки. Я считаю, что это был один из самых талантливых. Если бы действительно нашелся, то есть там Валера Аганесян и пытался, вот как агент, и контролировал, но если вот этого мальчика держать было в какой-то узде, это было бы европейского уровня, звезда европейского уровня. А с кем получилось? Кого удалось оседлать? Ну, Глебова я уже назвал. Можно сказать про Барина, но это все. А Паса Банатину он просто как-то находит, наверное, он с ними встает. Это секрет простой. Он с ними примерно на одной. То есть это друг. Это прям друг и получается в какой-то момент, ну, я бы не сказал, это не настолько, наверное, вот 101, 102 достигли чего-то работы. Кого у нас удалось оседлать из таких, кто действительно прям талантливые были? К сожалению, больше примеров обратных. да, что вот кого не удалось. Получается, больше работает гипотеза Дмитрия тогда. что с ними интересно работать, но вывести их потом на топовый уровень сложно. немножко проблема, мне кажется, именно в нашей. Почему? Я очень много счастлив за них. Это к нам вопрос, к тем, кто работает с игроками. Мы их не можем. Да, я тоже в водичке. Системность определенная наша. То есть не каждый тренер. Вы понимаете, у нас сейчас большая проблема в работе детских тренеров. если мы раньше могли условно говоря, я могу сказать, как вот старший Сан Саноч Кузнецов, те люди, которые в Пискарев, ну чуть в другой, ну по крайней мере, с Валентином Андреевичем пари. Я смотрю за работой, я говорю, а как вот это, а как вот это? Они говорят, слышь, вон там магазин говорит, возьми бутылочки четыре и вечером зайдешь, расскажешь. Мы садились вот так вот и шел разговор действительно и рассказ шел определенный, то есть люди. А сейчас детский тренер, это в основном в наших спортивных школах, я скажу почему, это тот человек, который да, 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 я вот это, конечно, я вот это все сделаю. У нас вот так вот работают и по определению вот эти люди, они с этими как бы талантливыми разгильдями, они не смогут работать, потому что нужно услышать не будет. У нас дальше конечно вопрос. Динамо Киев, Лобановский, в чем секрет успеха? Ну, большинство, конечно, дисциплина, ну, секрет там есть книга Олега Базилевича, он как раз рассказывает. потому что все-таки огромное количество людей, из которых ты выбираешь. То есть, прежде всего, это большое количество, которым ты даешь нереальные задачи, определенные из этих нереальных задач. Ну, это первый вопрос. Второй вопрос, это определенный, наверное, не второй вопрос, а второй момент, наверное, это определенный гений человека, у нас это фигуры, я считаю, и Лобановский, и Бесков. И третий момент, это все равно без, то есть, одними там солдатами Урфина Джуза ты ничего не сделаешь. Тебе нужен такой все равно талантливый разгильдяй, как Заваров. Но его нужно немножко прикрутить. Так, смотри, дело в том, что в заявке у каждого клуба минимум 25 человек, а то и до 30 с чем-то доходит. И в составе одновременно на поле играют 11 человек. И разгильдяй у тебя может быть всего лишь один, а остальным 10 нужно быть дисциплинированными, иначе они хрен попадут в эту команду. Мы, я согласен полностью, мы брали сейчас просто индивидуализацию футболистов, да, и команду. То есть, вся особо нужно делать так, что в команде вот это, вот эти там пару даже, наверное, индивидуалов, они работают на команду, и вся команда работает на этих. Если у тебя, я считаю, что сейчас один из вообще идеальнейших как бы примеров это Ростов, который полностью отказался от легионеров, есть Уткин, который может в штрафной площади начать обыгрывать, потерять мяч, им чуть ли не гол, спрашивая даже, ну, много народу в Ростове играет, в частности, Сашка играет, никогда Уткину за это ничего не скажет. Но если, условно говоря, начнет там Милехин или Сильянов там обыгрывать, что-то плохо они на себе. это просто у них есть разные роли, разные задачи. У каждого, так же, как Черенков был там, это идеальный подход, когда у тебя есть, они в любом случае, вот эти вот пианисты, они, наверное, в любом, они не только в спорте у нас, да, нужен талантливый гений, он должен присутствовать. без, согласен, что еще нужна очень важна роль капитана в команде. то есть, как бы, да, здесь мы с Валерием Георгиевичем совсем не сошлись. я полностью, у меня капитаны команды, ни один из них, вот четыре таких, то есть, выпуска, которые я полностью от и до отвел, ни один из них изначально не был готов быть капитаном, то есть, они плакали там в детское время, говорили, нет, я не буду, я никогда ни голосования эти не проходили. И вообще, я считаю, как бы, я говорю, ребят, вы о чем? Я говорю, вот эту вот демократию вы там оставьте, а сюда вы зашли, есть монарх у вас и там дальше у вас есть капитан по большому счету. Нет, только так, потому что все определенные решения важны, ты знаешь, как и что поступить, но это хорошо, когда ты знаешь, действительно, у тебя есть опыт из пункта А в пункт Б и о чем вот это вот, ну, мы уже говорили о том, что вот эти все платные школы, они должны хоть как-то лицензироваться, потому что вот есть Иван Сусанин, он решил, что, а вот так я буду работать, вот мы разговаривали о том, что да лучше бы ты не мешал на самом деле. Это ты про систему, да, детского футбол? Определенная, да, систематизация, которую я бы, то есть, в Испании это все есть, в Испании есть человек, но они приходят к тому в Германии это есть. Что работают по методическому середину. Но они, да, вот в том же Вердере, он не получает, он вообще учитель там истории в каком-то, но он не свою вот эту дуду, он приходит, ему разрешают Вердере, он за счет этих социальных льгот, определенно, там куча у него плюсов получается, он получает 200 евро за весь месяц, но у него миллион этих социальных льгот каких-то, там, где-то он там 3-4 матча в Скайбоксе, там, в Времени в Вердере, где-то он, ну, билеты, понятно, у него там, ну, много плюсов. В общем, давай подытожим, смотри, я... То есть, но он работать, приходит туда, он работает по системе. Саня, смотри, давай подытожим, то есть, получается, что ты при селекции ищешь пацанов с какими-то такими индивидуальными и обращаешь на это очень большое внимание, индивидуализация игрока, может ли он что-то придумать сам и быть такой той самой звездочкой или нет. А у меня ракурс, вообще, то есть, призма, через который я выбираю игроков, с кем я буду работать, это в первую очередь дисциплина. То есть, вот тут мы с тобой разошлись. Раз, и еще не, но для меня именно с точки зрения, не, с такими я обожаю работать как тренер. С какими? Таких вот именно, с талантливыми разгильдяями, мне просто интересно, когда ты, немножко он входит вот в твою, наверное, такую орбиту определенную, и когда он начинает тебя понимать. Ты уже как тренер. Именно да. А с точки зрения, наверное, селекционера, атлет, который какие-то вещи начинает, ну так, координированный атлет, назовем это так. Окей, хорошо. Тогда дальше вопрос про развитие, поскольку в топ-академии они в основном как мясорубки, нужно давать результат сразу здесь и сейчас, в большинстве своем. И какого хрена так происходит, меняетесь? И что тогда делать, за что тогда вы, каждый из вас, за то, чтобы футболист быстрее попадал в топ-академию и выживал сильнейший, или полномерно его развивать и потом отдавать уже в топ-академию? Давай тоже начнем с тебя. Кстати, уже не один раз я об этом задумывался. Ментальность очень важна. То есть, есть человек, который, вот он пришел сходу, он пришел в интернат, он в интернате, в первый день он себе, он со всеми уже там движуха раз, та, ся, он уже там. А есть тот, кто пришел, ему еще год вообще там нечего делать, он забитый, он начинает из-за этого еще хуже становиться. в принципе, то есть, ментальность, менталитет, это, наверное, я бы ставил вот сейчас вот для всех интернатов, он в 9 лет таким может приехать. И ты как тренер будешь видеть, даже где-то невооруженным глазом ты это будешь видеть. Если игрок готов, то в то, 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 хоть в 7-8 лет, вопросов нет. Если он уже приехал, они некоторые так растут, и для него действительно там лучше, чем в деревне постоянно наблюдать там своих пьяных родителей, лучше он будет жить и уже тренироваться в хороших условиях, нормально питаться. Понятно. Дмитрий? Слушай, ну, академия, интернат, топ-академия, это, конечно, ты правильно сказал, мясорубка, и вот эти пацаны, которые, как ты говоришь, ментально готовы, это ошибка выжившего. Понимаешь, то есть, невозможно, то есть, все ребята разные, и все по-разному развиваются. Не могут все пацаны там в 13, в 14, в 15 быть там сразу ментально готовы. Вы просто нашли себе узкое горлышко какое-то, да, и ищите пацанов именно вот такого, что ты и атлет, и технически нормальный, думаешь нормальный, ментально там готовы, это очень маленький процент людей, которых, их надо искать, поэтому есть селекция, которые ищут. Но я считаю, что топ-академия, футбольная топ-академия, она должна не конвейер устраивать из просмотровых пацанов, да, и приводить, смотреть, пригодился или нет. Ты на то и академия, ты должен научить. Тем более, если мы говорим про футбольную школу Чертанова, которая называется именем района, и у вас есть много пацанов в этом районе, как бы, почему вы не воспитываете их? То есть, я за более плавный переход. То, что сейчас происходит с Чертанова, что у них появляется смена, красногвардеец, еще какие-то... Дим, а почему, подожди, мы не воспитываем их? Можно я договорю? Если у нас есть Чертанова, ну, ты говоришь прям так, ты задаешь вопрос. Мы дадим возможность сейчас ответить. И сейчас я считаю, что у Чертанова очень хорошие позиции, потому что у них целых семь школ агломерация, да, то есть, если пацан приехал и, например, не подошел к первой команде, потому что он ментально не готов, как говорится, еще что-то, его не домой отправляешь, не наносишь пацану травму, да, а это всегда удар по психике парня, даже он приехал, у него может не получиться, не все научились еще к ошибкам нормально относиться. А ты говоришь, смотри, парень, сегодня ты не подходишь к этому уровню, но это не значит, что ты плохой. Ты классный пацан, давай мы тебя понаблюдаем год, например, там, в смене, или в смене 2, или еще где-то, будешь под нашим наблюдением, та же методичка, там, тренер учится в одном месте, все классно, вот, я считаю, что так должно быть, и то, к чему мы сейчас двигаемся, супер, мне нравится, что происходит сейчас и с маслом спортом, и с юность Москвы, и с вот этими агломерациями, я бы хотел, чтобы мы не теряли пацанов по пути, короче, из-за того, что он ментально не готов, все разные, вот ты говоришь про Испанию, да, что там, типа, выстроена система футбола, но там молодые игроки играют до 2021 года, у них огромное количество клубов, если он ментально не готов, в 16, он не выходит, как Месси, или как Фати в 16, он выходит в 19, или в 20, или в 21. У нас в Каталонии, может переедем? Владимир Владимирович, это знак. У нас в Каталонии, они, кстати, постоянно об этом говорят, там даже по количеству тренеров, просто мы много уже можем об этом говорить, в одной Каталонии, которая на 7 миллионов человек, на 15 тысяч лицензированных тренеров. А у нас во всей стране сколько? 8? 8, да. Но РФС говорит, что вообще надо 3. Сейчас я хочу сказать, об этом будет в следующей серии, на самом деле, потому что то, что сейчас происходит, то, что сейчас сделали с нашим образованием тренерским, которое очень важно и очень нужно, это просто кошмар, это темный лес. Опять же, это у нас Полина и Лельчуки сейчас пришли в образование как бы тренеров, которые люди, ты кто вообще, вот просто мне интересно, с некоторым, опять же, с уважением можно... Можно спросить, это реклама? Она заплатилась? Нет, просто сейчас я не буду называть фамилии людей, но просто интересно. А еще не заплатили? Если у нас раньше, у нас раньше, если это были научные работники, ну, по крайней мере, которые там с научной работой, это человек, который там защищал кандидатскую, да, там, профессор или что, как бы мы не относились там, так, сяк, но это были, это было звено людей, которые уделили внимание, там, по 10, 12, 15 лет научной работе, у которых есть результаты. А сейчас, подождите, к чему мы вернулись? И чему сейчас можно научить? Если, какой-то... Как стать час обучения на тренерской лицензии, просто хватит, расскажи. Я же тебе про это и вот сейчас, по-моему, Дим, ты помимо того, что говорить, умей, пожалуйста, слушать. Вот я же целый сейчас момент, я же сказал, пришли Полины, которые, как бы, вот, они даже, по-моему, сами не понимают. Был момент один очень интересный, в Чертаново приехали, поскольку мы являемся, центром РФС и приехали, мы должны были проходить определенные, вот это как блоки сейчас, есть определенные, да, там, я не буду углубляться, потому что это долго, но есть обучающие блоки, я говорю, хорошо, трехнедельный, там, четырехнедельный цикл, у меня в этот момент болеет два моих ведущих футболиста, а мы там дальше, он, он прекращается, то есть, нету повторного метода, то есть, некоторые моменты, которые, раньше это был фундамент, ну, сейчас говорят совсем по-другому, по бегу, вот, благодаря там, то ли о футболе, я действительно с одним человеком столкнулся, вот, Дима Гераськин, это фантастика, то, что он предлагает по бегу, я не представляю, что так можно делать, то есть, как, что, есть определенные вещи за счет свободного падения, там, по биомеханике, это суперинтересно, вот там, да, для меня это революция, но почему, потому что я тоже очень много читал, очень много, то есть, это научная платформа, сейчас люди пришли, но абсолютно без сил, да, вот так, ребята, а вот, а если так, а мы не знаем, что тогда, ну, тогда, вы там что-то поменяете, ну, сырые специалисты, особенно детские кадры, вообще, не, во-первых, что нам надо учить людей, ребята, те, кто учит, при всем вот уважении, кроме Рогова, да, он у меня учился, не, Ромка у меня учился, он хороший парень, он, как бы, этот самый, я говорю, Рома, как ты сейчас учишь, ну, помимо, ему еще самому, и он с этим согласен, он говорит, ну, вот так меня назначили сейчас, ну, что, а там, Рома Рогов, это один из идеальных, сейчас учителей у нас, некоторые фамилии, я первый раз, я 25 лет работая в детском футболе, я людей не знаю, откуда вы, ребята, вот вы кто, просто мне интересно, можно будет, вы кто, это, это просто, да, да, не, это очень интересно, если это все, как бы, постепенно, и все, мы должны же, мы должны, помимо того, что здесь, мы должны взаимодействовать еще с людьми, там, мы должны взаимодействовать с другими странами, Саша, смотри, вот эта площадка, спорт универхаб, она делает различные обучающие материалы для тренеров, в целом, я так понимаю, что можно, если у тебя есть какая-то программа, например, да, или ряд предложений, которые можно упаковать в программу, сесть, и как бы обсудить, потому что куча пацанов, которые могли бы, кто-то сначала посмотреть видео, а потом приехать на какую-то стажировку в Москве, а потом познакомиться, а потом дать какого-то футболиста своего. Как вы считаете, глубина, глубина вообще действия определенное, вот образование, она какая, помимо, да, есть, допустим, теория, да, есть практическая. Конечно. Практическая, условно говоря, если ты собрал группу, я в восьмом классе собрал группу пятиклашек, давал им мяч, как-то их собирал, у меня там царство небесное Михаил Юрьевич Никитин, по всей Москве известный человек, как там Михалыч, да, допустим, который вот так вот в какой-то момент там, там, ну, 15-16 уже такой детям, пей, не пьешь, да, вот, но он этих людей, понимаешь, в чем дело, люди стали, они, по-моему, одни из первых от чемпионов ЛФЛ, вот эта команда, и т.д., и т.п., они особо, кто-то в пляжный футбол поиграл, да, допустим, я считаю, что человек хотя бы, который объединил группу, она уже во что-то может вылиться, во что-то, если ты получаешь какие-то дальше, и ты хочешь получать какие-то образовательные вещи, ну, то есть, я где-то 15-16 стажировок, у меня было именно практически, ну, там где-то база, огромное спасибо, постоянное непрерывное обучение, постоянное, ну, это за свой счет, и ты приезжаешь, ну, я уже просто, ну, как бы понимаю, как там себя вести, мне это интересно, я вырву человека, а, слава богу, когда мы, нормально, как бы у нас все было, в шахтере, вот эти всемирные конгрессы, да, это сказка была просто, когда ты там 4-5 человек, смотри, что было, я задаю тебе вопрос про будущее, мы с тобой сейчас можем, вот на площадке у Ярослава, создать что-то новое, понятно, там, полины всякие, критиковать можно сколько угодно, давай что-то сделаем, до вопросов нет, я с удовольствием всегда готов помочь, причем, Андрей знает, что это происходит бескорыстно, у тебя это не всегда бескорыстно, у меня, видишь, я готов, наверное, на такие, подводка была отличная, Дмитрий, спасибо, я предлагаю просто что-то сделать, например, курсы для тренеров, а потом я могу организовать какую-то практику, и стажировки, и поездки, не, вот эти вещи, то есть, условно, человек, вот, который по бегу, да, он очень там в Питере, он работает с олигархами, если будет интересно, я просто скину, как это происходит, он был в Москве, я говорю, Дим, приедь, я сделал для всех наших школ, собрал тренеров, кому это было, по крайней мере, интересно, я понимаю, что там работа, да, какая-то, за самый минимальный, за одна, как он берет, там, за семинар, за одного человека, он приехал, после этого, он взял группу детей, и показал им, дети были в таком восторге, потому что, ну, просто, ты показываешь, и ты совсем по-другому начинаешь бежать, действительно, человек, который, ну, заслуживает внимания, таких людей у нас, а плюс, ну, вот те, кто был в институте, там, с Алексеем Викторовичем Орловым, вот только разговаривали, ну, это люди, которые там, которые научных работ, миллионы писали, да, которые знают, что и как, они не в темном лесу, они знают, что и как, я считаю, когда начнем, да хоть прям вот, хоть прям сейчас и начнем, давайте я, давайте я немножечко суммирую, значит, в итоге, вы сошлись с тем, что детскому, игроку, футболисту, ребенку с 14 лет, нужен детский тренер, вы смотрите оба на атлетичность, но смотрите дальше немножко по-разному, на дисциплину, на креативность, вы не сошлись с подходами по топ-академии и плавному развитию, позиция, что ментально, если готов, то надо ставить, твоя позиция больше, что надо, чтобы у детей, у которых ментально не готовы, но была возможность развиваться. Теперь, собственно говоря, время, вы можете задать вопросы друг другу сами, те, которые вас волнуют и которые хотелось бы публично спросить и получить ответ. Дмитрий. Уступаю. Нет, Дмитрий. Ну старший же. Ну так, а я ведущий. Хорошо. Поэтому первый вопрос у вас. Это его игра. Александр, как ты считаешь, когда мы как сообщество спортивных функционеров осознаем, что нам в детском футболе нужны не секунды, минуты, очки, а элементы, которые позволяют обучать и развивать спортсмена, чтобы на выходе получать более качественных футболистов, нежели мы получаем сейчас, пока у нас идет гонка за результатом и половина команд, которые играют в ИФЛ, в клубной лиге и так далее, примерно на 40% там может даже больше ежегодно обновляются. Ну, образование мы сейчас говорили же, нужно, чтобы к этому подойти, да, не должен быть человек там тук-тук, но он должен что-то понимать. С другой стороны, общаясь нынче с молодежью, которая пытается тоже мне там внушить, ну мы же не за результат сейчас. Я говорю, ребят, вот это я слышал только от самых слабых, когда у тебя вообще нет никакого результата, у тебя не будет никогда там футбол, это все вот не за результат, но я воспитаю когда-нибудь тоже не... Ты четко должен из пункта А, условно говоря, ты знать, где находится этот пункт Б. Когда мы примерно системность вот эту выстроим, что, для чего, когда и почему, да, допустим. И не будем шарахаться из стороны в сторону, а когда вот будет действительно образование здесь, очень важно, важна определенная. Я считаю, что селекция, она с определенным потенциалом должна быть. Третий момент, наверное, один из очень важных, какой-то соревновательность. Не то, что соревновательность, а вот это вот, помахать там трусами ради сегодняшней победы. Ты там выиграл у кого-то там, у своего там кореша. И такой, да, вот это вот. Ну и что, да. А дальше-то что? Ты должен понимать, что не это завтра, а завтра через 5-6 лет, когда вот он заиграет или не заиграет в футбол. Вот. Важный момент для меня лично. Если мы все-таки немножко перестроим схему, и сейчас мы будем подбирать и в академии, и вообще в тренировочный процесс не людей, которые готовы тебе под козырек сказать, да-да-да-да, все так и будет там все. У которых есть свое мнение, и которые способны отстоять это мнение, и которые готов. Не просто там твердолобость, опять же, не из крайности в крайность, а которые, вот я считаю, что вот так вот, и почему ты так считаешь? Да. Тогда у нас пойдет определенный сдвиг как огромный большой платформа. У тебя был вопрос про это, или там все-таки был немножечко... У меня был вопрос, когда, а он мне ответил, тогда. Я понимаю, что, Саша, мы смотрим очень близко, и оба не знаем, когда это произойдет. Не, ну, я же говорю, когда в системах, если мы сейчас говорим о том, что у нас... Мой вопрос был, прогноз. Как ты думаешь, когда это осуществится? Не хотелось бы сказать никогда. Понимаешь? Нет, я считаю, что пока есть мы на этом белом свете, в принципе, такие, я не то, что там определенная реклама, но я просто знаю, сколько Кирюха Терешин делает там в РФС для вот этих всех вещей. Но ему, оказывается, сейчас даже сложно там, потому что многим это не нравится, когда ты что-то делаешь. А зачем ты это делаешь? Зачем ты проводишь то хорошо? Зачем ты делаешь проектом «Наша смена?» Зачем ты делаешь проект «Футбол в школе?» По большому счету, идеально же сейчас в каждой школе сделать урок футбола первое, потом сделать 6-8, вот это моя личная мысль, как это все должно работать, 6-8 образований, ну, как бы, региональных футбольных центров очень серьезным, серьезным подходом, там, условно, в Сибири. Этим центром должен руководить человек, который с хорошим образованием, поигравший, скорее всего, в футбол, вот такие, как Дима Сычев, как там, допустим, Данияр Белеледит, но не просто их сейчас туда поставить, а сделать им определенный бизнес, как бы, хорошее образование, то есть провести, провести, провести серьезные курсы, как, не как тренера, а как руководителя, который должен, как бы, и в бизнес-процессы вникать, все. Короче, нам надо клонировать Галицкого. Ну, это мой один из вопросов, кстати, к тебе. Как клонировать Галицкого? Как хотя бы сохранить жизнь. уже неплохо было бы. Я бы даже сказал, ребят, я много с ними общаюсь, да, там, вот, ну, 20 таких вот сейчас, которые там поиграли, которые у нас повыигрывали, что-то там, условно говоря, там, и кубок, там, уефа, там, суперкубок, там, которые там, в чемпионатах. Ну, то есть, я тут скажу, на самом деле, чуть-чуть вмешаюсь, поскольку мы, со своей стороны, как спорт-универ, мы, когда начинали историю, мы приходили, ко многим футболистам, которые стали сейчас тренерами, в том числе, которые выигрывали кубок уефа, которые в лиге чемпионов постоянно играли, и ответ был, предварительно, у всех один и тот же. У нас самые лучшие методики в мире, мы вообще все знаем, нас учить ничему не надо, это вот куда-нибудь в регионы, поезжайте далеко, вот там это тренером надо. Не, мы сейчас говорим о другом, мы сейчас говорим о том, что этот человек становится, я конкретно разговаривал с Сычевым, конкретно разговаривал с Беллилидином, я говорю, а ты готов вот куда-то? Понятное дело, что это будет. Они что-то делают для того, чтобы туда пойти, они занимаются своим образованием, они занимаются там... Если мы хотя бы начнем с того, что мы сделаем... Если мы начнем с того, что у нас мы сделаем РФС, у нас же есть образовательная программа для тренеров, для тех, кто вот как они, элит футбол называется, по-моему, когда они сразу категорию А получают, а сделать такой же, кто готов идти, работать руководителем. Понятное дело, я даже сам себе сейчас не представляю, как выглядит, потому что там какие-то бизнес-проекты определенные, там специализация футбольная, но она у них уже какая-то есть. То есть это руководитель, но я по крайней мере точно буду знать, что я с этим... с этим руководителем, это руководитель, он еще, да, он еще и футбольный человек в прямом смысле этого слова, который, во-первых, и поигравший, во-вторых, он сам, ему неинтересно вот эти... ты обязательно должен быть поигравший? Нет, можно даже, может человек просто стремящийся, Дим, ты можешь быть таким, а вполне руководителем, но я бы вот тебя бы где-то... Тебе есть, ты задар, ты можешь? К Дальнему Востоку, чтобы тебе какой-то сложный регион бы дать, на самом деле. Очень похоже, да, Абрамовича на Чукотку отправили, меня на Дальний Восток, все нормально. Если, допустим, мы сделаем такие центры, мы начнем снизу, как с массового футбола, действительно, мы начнем снизу, вот эти футболы в школе, все, мы более-менее, хоть Андрей со мной не согласен, сертифицируем вот эти вот частные школы, чтобы хотя бы не было там шалтай, отсебятины совсем какой-то, чтобы более-менее лицензировать. Я понимаю, почему против Андрея, потому что как только звучит слово лицензирование, сертификация в нашей стране и контроль, это всегда означает одно и то же. И очень редко это означает, что все будут работать хорошо. Это всегда обычно означает, что просто зажмут гайки, выкинут тех, кто не смог договориться, и ничего не поменяется. Да. Ну, тогда мы на этот вопрос должны ответить, что никогда получается. Но мы этого не хотим. Я еще раз говорю. Слушай, ну смотри, у нас же в стране Коноплев был, который сделал классную академию, которая дала огромное количество продуктов. Я вот этот вопрос хотел задать как раз тебе, и мы, наверное, перейдем к моим вопросам. Сколько вообще таких человек нужно в стране, по твоему мнению? Как Коноплев, как Галецкий. Ну, это как раз, кстати, к твоему вопросу. Чтобы мы не ответили никогда, а чтобы сдвинуть немножко. И, ну, какие-то... Ну, это уже следующий мой вопрос, поэтому, наверное... Мне кажется, что у нас есть такие люди. Так в чем вопрос заключается? Ты отвечаешь на него сам, что ли? Нет, я просто... Я хочу... Нет, я хочу спросить. Сколько их надо? Или сколько их есть? Вот какое количество, чтобы сдвинуть это все с мертвой точки? И как вообще, как это, по-твоему, должно выглядеть? Смотри. Как сказал Василий Уткин... Я Василий Уткин. Цитата. Цитата. Я считаю, что каждый более-менее уважающий себя мужчина, который любит футбол и зарабатывает хотя бы какие-то приличные деньги, обязан иметь свой футбольный клуб. Цитата закончена. Чтобы не было адресации ко мне, да. Я, вдохновившись этой фразой, лет пять назад открыл свою футбольную команду. У меня есть клуб формат 8 на 8. И тренерский штаб, и тренировки, и куча дебатов, и так далее. Этим летом поиграв в медиалиги. Это тоже частный клуб, получается. Понимаешь, на частные деньги был сделан. Я получил классный, просто прекрасный опыт. Мне очень понравилось. И все клубы в медиалиге, все частные. Ну вот сейчас зашел РФС. То есть, получается, наши парни, это государственная команда. Общественная организация. Окей. Ну и в большинстве своем, я говорю, уберем букмекеров. Дальше что? Да не суть. Ну хорошо, уберем букмекеров. Дальше найдутся предприниматели, у которых денег меньше. Будет меньше денег, но больше возможности. А я бы как раз просто вот этих же букмекеров в детский спорт. Почему их туда не направить? Им это не интересно, но с другой стороны, у нас очень многие вещи делаются. Ребята, надо. Преконодательство не позволяет букмекерам инвестировать в детский спорт сегодня. Потому что это пропаганда мазартных игр. Вот почему. Букмекеры сегодня не могут идти в детский спорт. Как-то во всем мире без букмекеров детский спорт живет. Можно сделать сендалмон фонды. Вот сейчас, например, у Академии Космос там тоже частный инвестор Тарас Воробель сделал. Частная команда, частная академия делает инвестор Тарас Воробель, это такой инструмент, который позволяет аккумулировать энную сумму денег, которая позволит Академии развиваться и после смерти основателя еще лет на 50. У Галлицкого такого есть. У нас есть прекрасный пример Чайка Песчанокопска. Акрон Тольятти. Морозов, да, по-моему, Павел Морозов, да, его зовут? У нас есть Женя Шеленков Велес. У нас был Красава до недавнего времени. Ну, это немножко другое все равно. Окей, это тоже форма проявления, понимаешь, его можно критиковать. Там не у всех есть детский футбол, из всех кого ты назвал. Пока, пока, ну, по крайней мере, у Женя. Ну, Акрон, Женя что-то старается. Чайка очень, не, кроме Красавы, как раз у всех что-то есть. У Красавы был план сделать детскую академию, причем даже был план сделать филиалы для детей с ограниченными возможностями, потому что я, кстати, поддерживаю футбол для всех. Могут быть профессионалы, могут быть любители, могут быть инвалиды, могут быть женщины, могут быть мужчины с женщинами. Как прозвучало? Могут быть и женщины. Я не говорил, могут быть и женщины. Ты сказал, могут быть и женщины, это нормальная оговорка. Хорошо. Не, нормально это все. Я к тому, что футбол для всех, то есть, в нем могут играть все. Сейчас вопрос в том, сколько нужно таких людей. На самом деле, у нас их в стране достаточно. Вопрос в том, что у них нет инструментов, нормальных действующих инструментов, чтобы реализовать эти амбиции. То есть, сегодня, чтобы создать детский клуб или детскую школу, в том числе нормативные базы, это адски сложно. То есть, ты постоянно... Ну, кстати, мы всегда из Луцкого, не как тренера, а как коммерсанта, можем взять. Не как коммерсанта, а как человека, который вкладывает свои деньги в детский футбол. Таких людей у нас уже много в стране. И мы просто... Для того, чтобы они всплыли и стали более яркими персонами, нужно подготовить нормативную базу. Законодательно как-то это сделать. Я согласен. Кто-то мне говорил, типа, что вот, для того, чтобы сделать футбольный клуб, предприятия готовы на это идти, если им дадут налоговые послужения. Полностью согласен. Дело не в этом. Нужен человек, который... Совсем на эти налоговые послужения. Нужен человек, который, во-первых, любит футбол, хотя бы как минимум. То есть, для меня одна из самых лучших, вот за 25 лет моей работы, Академия Досаева, где у нас полностью частная школа, нас финансировал казино Арбат. Ахмед Константиновичу это было несложно делать, как бы. Досаев это был фигурой. Да это были идеальные, ребята, условия, в которых я работал. Есть решение. Ты задал вопрос. Я думаю, что, чтобы таких людей стало больше, нужно, чтобы соревнования по типу КФК, чтобы их было очень много. И порог входа в него был очень низкий. То есть, что я вышел во двор, собрал себе команду, условно во двор, да. То есть, вот те пацаны, которые играют 8 на 8, сейчас за 2 плюс 2 или 3 плюс 3, могли играть в формате 11 на 11. И чтобы регламентирование КФК было сильно проще. Например, приведу пример. У нас в регионах есть огромное количество команд, которые уровнем второй лиги, но они не играют во второй лиге, а играют в КФК, потому что куча регламентарий. Которую сертификацию. Ну и даже просто ты 10 миллионов рублей должен сейчас за вторую лигу отдать просто за участие. В КФК тоже там сколько? 600-700 миллионов? Ну не 10 миллионов рублей. Ну согласен. 600 и 10 миллионов – большая разница. Так вот, выход из этого – это ЛФЛ 11 на 11, где простая форма заявки. Есть регламентарий, без него никак, но имея такую… Мы не имеем сейчас соревнования. Профессиональные лиги, полупрофессиональные, любительские. Вот у меня есть любительский клуб. Я бы вообще, честно говоря, не, вот это все здорово, я бы так и оставил. Это любительская, скорее всего, будет лига, все. И оставить для большего количества. А вместо второй лиги я давным-давно, и в РФС я это предлагал, сделать… Вот у тебя есть город, у тебя есть город, условно говоря, там, Великие Луки. Есть сейчас команда. Вам не нужна, ребят, команда Великие Луки. У вас есть институт физкультуры, и все, кто учится в этом институте физкультуры, то есть сделать идеальный студенческий, как бы, футбол. Это, к сожалению, у нас эта ниша вообще размылась. Вообще размытый. Есть чемпионат студентов? Он есть только по… Есть, только. Где-то вы о нем слышали или что? Ну, я подписан на игру в ВКонтакте. Нет, НСФЛ есть у нас, но это все. Но, в самом деле, она есть. Ты понял, мой ответ ты осознал? Нет, вот, смотрите, как я понимаю, да, я как понимаю, то есть мы делаем, там, у нас есть РПЛ, у нас есть Первая Лига, в идеале она по зонам. Дальше бы я делал как раз студенческий футбол, причем даже по большому счету много ничего не надо, у нас Баскетбольная Лига, она так создана. У нас оттуда очень много баскетболистов идет, там есть спонсоры. Неплохо она, нет? Очень мало. Нет, она большая. У них даже есть своя команда профессиональная же, которая играет сейчас, Парма, ну как-то она называется. Нет, 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 я очень глубоко в этом. В этом я очень глубоко в теме, да. И студенческий баскетбол у нас в стране, задача у него другая. Из него перейти в профессиональный спорт чрезвычайно сложно. Это в Америке так? Там совсем другой уровень всего. Неконкурентно способны, к сожалению, спортсмены в студенческом баскетболе. Ну, как я слышал, пару раз приходил, я приходил когда-то, может, на финалы, но там полные трибуны по 4-5 тысяч человек. Это другое, это, ну так правильно. Саша, у нас в медиалиге полные трибуны и сотни тысяч людей будет. Это другое. За два сезона три перехода всего лишь. Это отличная инициатива студенческая, но там должна быть другая задача. Мне не нравится в медиалиге то, что вот этот мат-перемат, и это все дети как бы на этом сейчас раз. Не то, что в детском футболе у нас. Приезжаешь на любую детскую игру, и там ни мата вообще не бывает никогда. Здесь он официально, как бы вот эти все равно. Давайте тогда его везде разрешим. Окей, мой ответ засчитывается, что для того, чтобы людей, как Галицкий, Морозов, Женька Шельникова становились, больше таких людей, нужно, чтобы для таких, как я, у которых нет доходов, как у Галицкого, была возможность создать свою футболу. Ну, увлечь в какой-то момент. То есть, смотри, я могу тебе рассказать про это. А дальше как пойдет. Пять лет назад, когда я сделал команду формата 8 на 8, мой годовой бюджет на команду составлял всего 280 тысяч рублей. Сейчас у меня есть куб, на который приходится выделять бюджет порядка 2,5 миллионов рублей в год. То есть, это почти в 10 раз больше за пять лет. Ну, то есть, бюджет вырос. Мне стало это интересно, и я как-то нахожу средства. То есть, не всегда это полностью мои деньги. Еще X10 и команда второй лиги. Ну да, то есть, условно, понимаешь, вопрос в том, что вот у меня сейчас есть команда формата 11 на 11, я не знаю, где играть. Мне некуда заявиться. Нет ни одного попередства. КФК только в начале года можно заявиться. Там Одинцовский городской группы. Нет, это хороший подход к этому. Есть плюшка, но плюшка она... И делать определенные, не, сделать структуры. Структуры везде должны... И структура эта, если у нас есть пирамида, да, если есть РПЛ, это все должно, какая-то коммуникация всего этого должна быть. Я же говорю, как-то здесь, наверное, и студенческий, как-то здесь вот эти вот... То есть... Студенческий, конечно, это, по сути, тоже лига, в которой у тебя просто... Но у меня немножко другая. У меня вот как была, у меня была идея, как раньше сертифицировали там поля. Ты должен, если ты там в команде этот, у тебя поле с подогревом еще при толстых было. Есть у тебя профессиональная команда в РПЛ. Ты должен, по большому счету, с каким-то институтом иметь договор, а лучше даже с двумя, да, допустим. У тебя эти выпускники выходят. Если он подписывает профессиональный контракт, он не имеет права играть тогда за институт. То есть все. У меня целая большая программа на эту тему. Нет. Смотри. Это связь студенческого спорта. Это вот как раз потеря тех игроков, которые... Скажи мне, пожалуйста, каким образом, сделав связь института и команды РПЛ, ты добавишь людей, которые будут готовы сделать свою частную команду? Ответ никаким. Нет. Это уже другой этап. Ты задал мне вопрос, я тебе на него ответил. Смотри. Это другой вопрос. Это другой вопрос. Я говорю о том, что вот условно говоря пирамида. Дальше есть такой вот момент. Дальше те, кто вылетает там, допустим, из этого. То есть студенческий футбол, он под, допустим, эгидой какой-то команды. Да, там есть Рубин. У них там пару институтов. Там Казань. Я сейчас пытаюсь это быстро сказать. У них есть свой чемпионат. У них они обязательно должны учиться. Не просто так, что мы с Лексаковым на эту тему спорили. Он говорит, никто учится. Не хочет учиться. Значит, ты вылетаешь автоматически. Вот как раз в такие лиги, как вот дальше. ЛФЛ получается. Здесь есть чемпионат. Ты закончил школу Рубина, школу Локомотива, школу Спартака. Ты продолжаешь заниматься. Я когда у меня крылья советов 2000 года заканчивали. То есть получается курс свой. То есть у нас был последний сезон. Мы отыгрывали. Плакать хотелось. Вот как раз вот этих ребят, которые великолепные. Которые небольшого роста. Их было порядка 5-6. Я уверен, что еще пару лет с ними работая. Они вполне как каштанам. Они 100% 2-3 еще бы играли в футбол в профессионале. Но не было никакой возможности дальше с ними работать. Может быть такой выход. Может быть и то, и то. Вот эта совокупность может присутствовать. Здорово то, что мы это обсуждаем. И мы что-то хотим делать. Это правда. Да, согласен. Есть ли у вас еще вопросы друг к другу? Так поскольку же 2 надо было задать. Я поэтому и спрашиваю. Теперь ты первый задавай. Ну, наверное, ближе уже. Но мы вокруг да около всего. Вот смотри, ты завтра становишься президентом РФС. Твои какие фундаментальные. Вот что бы ты первое, чтобы ты стал делать? Я бы позвонил Саше Селивану. Сказал, займись, пожалуйста, образованием детских пленеров. Это было бы моим первым решением. Второе мое решение было бы, я бы запретил детские переезды до 13 лет, чтобы дети играли в домашних командах. Чтобы они жили дома с родителями и ходили на секцию. Я бы сделал программу детского футбола, футбольный урок в школах обязательно. То есть это точно расширение воронки. Я бы сделал под эгидой РФС лиги, в которой предприниматели могли бы заявлять в свою команду. Ну, что-то типа бизнес-лиги или еще что-то. Ну, только не формат 5 на 5, а 11 на 11, где большой футбол. И выпускники сегодняшних академий, которые в год выпускаются 40 тысяч человек и 39,5 тысяч человек, остаются безработные. Им негде играть. Могли бы найти продолжение карьеры. Поставил бы одну из главных задач. В 10 раз увеличить количество клубов в нашей стране. Клубов не РПЛ, это понятно, да. То есть клубов условно КФК, вот такого уровня, где есть команды, чтобы футболисты набирались опыта и не терялись. Не были выброшены в океан. И еще одним бы из решений было в такие паузы, когда пауза в чемпионате, чтобы мы могли делать, например, соревновательный такой уикенд какой-то, когда, например, праздник футбола в городе. И если брать условно Самарскую область, то там бы играли все команды, которые есть в Самарской области. Крылья Советов, Акрон, Лада Тольятти, Академия Коноплева и все КФК-шки, которые есть. Ну, соблюдая какой-то минимальный регламент, чтобы там совсем колхоза не было. Ну, например, когда команда КФК может сыграть в команду Премьер Лиги, это бы транслировалось по телевизору, то есть это по панализации футбола. Парни, которые по любым причинам где-то как-то потерялись, не получили шанс в жизни и так далее, могли бы сыграть против такой команды. Эта механика реализована в Бразилии. У них так в каждом регионе может сыграть команда серии А против полупрофессиональной команды, и они регулярно оттуда цепляют футболистов. Потом, я с тобой соглашусь, что вторая лига как явление сегодня не нужна. Команда тратит слишком много денег на перелеты. Это вообще бесполезно инвестировать в нее денег. Легче разделить, расширить первую лигу и те команды, которые во второй лиге, но с амбициями могли бы зайти в первую. Профессиональный спорт оставить чуть выше. Да, и разделить его на несколько таких федераций, наверное, как конференции. Ну, чтобы люди с запада не летали сюда, лучше людей с Востока, с Дальнего Востока объединиться с китайскими командами. Ну, региональное объединение. Там проблема в том, что на Востоке не с кем играть. Китайские команды? Пожалуйста. Что мешает с китайцами играть? Что мешает с казахами играть? Ну, ладно, казахами в меньшей степени, с китайцами. Там много команд, пожалуйста. Мы дружим с Китаем, можно играть там. Зачем летать с Дальнего Востока в Ростов? Ну, или там в Москву? Ну, это же куча бабок. Футболисты, они больше летают, чем играют. Ну, при всем при этом, я тоже согласен, что в том же, допустим, в Владивостоке можно сделать действительно хорошую команду, которая в большей степени будет интегрирована туда. Ну, одна может быть, знаешь? Есть, условно говоря, Кунь-Лунь была же, да, 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 вот этих всех вещей. Кто? Кунь-Лунь, мы тихи. В НХЛ. В НХЛ же была, как бы, Кунь-Лунь. Вот это и ВТБ лига, как бы, по баскетболу, я считаю, это идея. Мы только-только приходили, я быстро достаточно, мы только-только приходили к тому, что, может быть, и в футболе такое могло. Может, это все в наших руках. То есть, и сделал бы так, чтобы не только у команд РПЛ были бы молодежные команды, а у команд первой лиги тоже обязательно должны быть молодежные команды. Это не так сложно. То есть, убирая вторую лигу, превратив ее в КФК, да, условно, на первенство города, условно, или области. Потому что первенство области – нормальная история. Ну, у нас Московская область, она размером примерно, как Франция или Голландия, да, то есть, хотя Голландия совсем маленькая страна. То есть, условно, ты можешь на автобусе куда угодно доехать. Зачем летать? То есть, тратить это время на тренировки лучше. И сделать хорошее... В Москве, правда, в Московской области с одного конца до другой. Категорически убираем только. Категорически это все из букмекерской линии убираем. Категорически, чтобы это все... А здесь, ну, это отдельная дискуссия, которая может быть большой. Потому что, с одной стороны, у нас букмекеры везде. С другой стороны, мы боремся с тем, что дети, юноши и самые молодые игроки начинают попадаться на ставках. Ну, там не самые молодые даже, а те, кто у нас играет в этих КФК, по большому счету. Это для них как способ за... Здесь поэтому надо разобраться. В общем, еще одно решение, которое очень важно. Нужно просто строить больше инфраструктуры футбольной. Чтобы футбольные поля были в доступе хорошего качества. Чтобы они были бесплатные, и на них могли приходить дети, играть круглосуточно, условно. Ну, какое-то время можно выделять вечернее под школу и под команду, если она есть. Остальное, чтобы было свободно, чтобы можно было посещать. Потому что у нас ушел футбол из дворов, и это плохо. Когда есть футбол во дворах, когда круглого гоняют везде, где угодно, тогда у нас появляются футболисты более высокого качества. И мы видим, например, Бразилия, мы видим Советский Союз. Инфраструктура точно важна. В Москве есть... Это тоже вопрос, который тоже надо будет решить. Потому что в Москве много футбольных полей в бесплатном доступе. И они пустые. Вот мы даже здесь сейчас пойдем посмотрим. И в лучшем случае, да, на них выходят. Никого. Гастарабайтеры это в лучшем случае. Тут просто вот район здесь... Я летал в Осетево. Давайте скажем так, что сейчас, на данный момент, немножко, конечно, поменялась ситуация. Сейчас очень много там гаджетов и еще что-то. Да, да, да. Я про это говорю, что здесь это другая будет. Вопрос, как... И заинтересованность. Ребят, мы говорим просто про Москву, да? Да. Ну, я говорю про Москву. Я летал только что в Аланию. Я был в Осетии. И там есть такое футбольная академия Барс. И у них ужасное поле. Школьное поле. Еще говорим. Ужасное. То есть там вот такие дырки огромные. Да, я вам могу сказать, что вот сегодня мы проводили турнир на арене Чертанова. Приехала смена. Они говорят, у нас нереально все. У нас все стало. У нас корка как бы. И нельзя даже ее втоптать. Да, да, да. Фунцева такая же история. Там получается, этим, ну, за счет всех событий, Некрасовки сейчас где-то поле зависло там в Европе. И когда привезут, тоже никто не знает. То есть вот эти все вещи, ну, дай бог, что привезут. То есть, если уж делать, если уж что-то... А в России у нас нет полей искусственных, мы из Европы везем. Я считаю, что если что-то делать... В России нету. Не делают газоны, да, в России. Как-то нет. Есть, делают. Это вопрос, почему мы занимаемся тем, что везем поле оттуда, хотя можно сделать и здесь. Не, ну, может, я даже не знаю, каким образом. Короче, еще, как президент ФС, я бы отменил фан-ид. Вот, это, по сути, это главный элементив нашего сегодняшнего выступления, что под лежачий камень вода не течет, что нужно заниматься в любом случае своим развитием, нужно что-то делать для того, чтобы было... Что-то было. Что-то было, чтобы что-то было, нужно, чтобы что-то... Нужно что-то делать. Есть какой-то план, и я его придерживаюсь. Ну, вот, собственно говоря... Как сказал классик. Да, да, это классика. Спасибо вам большое, что вы уделили время. Это было очень приятно разговаривать тогда, когда разговариваешь от души, и, как бы, время уходит хоть четыре часа, можно разговаривать. Да. Все. Всем пока.